Из музея Нигулиста перенесемся в Таллиннский городской музей. На самом деле под этим брендом скрываются семь прекрасных исторических филиалов. Музей городской жизни, Кикендыкёк, Русский музей, Музей фотографии, Музей Каламая, Домик Петра, Детский музей Мия Мила, а также отдел музейных собраний. Так вот, в качестве волонтера Таллиннского городского музея вы сможете внести свой вклад в развитие культуры нашей страны и вместе с профессиональными музейщиками организовывать разные мероприятия и выставки, что на самом деле очень интересно, в чем наверняка нас и убедит исполняющий обязанности директора Русского музея Юлия Корнеева. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. В музее не хватает кадров, почему нужны волонтеры? Ну, на самом деле, эта идея у нас возникла в тот момент, когда мы приступили к нашим музейным воскресеньям. Сначала мы пытались обходиться своими силами, это в принципе получалось, но это получается музейная ночь каждый месяц. И поэтому, конечно, сотрудники уставали. И, соответственно, для того, чтобы со всеми людьми пообщаться, ответить на вопросы, нужно больше сил, нужно больше людей. И мы потихонечку уже начали привлекать людей на добровольных началах, волонтеров, и сейчас нам нужно их все больше и больше. Ответить на вопросы. А вопросов много, люди вообще очень интересуются историей, музейными экспонатами. Да, на самом деле, нас это очень радует, потому что люди приходят, даже если они в первый раз в музее, их всегда интересует. Даже почему вот такое решение, почему так пол покрашен? Ну, то есть интересует все, это очень здорово, даже детей. То есть вопросы всегда есть, но не стоит бояться. Именно поэтому мы разработали такую мотивационную программу для волонтеров. То есть мы не будем бросать прямо вот человека неподготовленного. Будут собираться группы, будут проводиться экскурсии, обучение для этих людей. Будет возможно посетить все наши филиалы, пройти везде обучение, выбрать любой понравившийся. И, в принципе, каждое мероприятие, например, выбирать себе другой филиал. Каким должен быть идеальный волонтер? Тот, который замотивирован, тот, который хочет. Хочет общаться, хочет учиться. И тут совершенно не важно ни возраст, ни национальность. Совершенно. У нас были и пенсионеры, и школьники. И, в принципе, это подойдет человеку, у которого уже есть работа. Потому что, в основном, большие мероприятия проходят по выходным. И если хочется узнать, как работает музей изнутри, то это отличная возможность прийти хотя бы один раз и посмотреть, как же это все происходит. Так вам волонтеры нужны только для музейных воскресеньев, или же в другие дни работа для них тоже будет? На самом деле, все зависит от умений человека. Потому что кто-то не хочет общаться с людьми. Кто-то, например, готов заниматься дигитализацией фотографий, документов. Или хочет помочь в проведении какой-нибудь выставки. Также у нас были случаи, когда люди приходили в музей и говорили, что у меня есть вот такая вот интересная тема, которую я изучаю. Я бы хотела провести экскурсию. Так, например, появилась очень популярная экскурсия от музея Каламая про канализационные люки. Или, например, у нас в Русском музее скоро будет выставка про генеалогию. И тоже человек-энтузиаст, который в этом заинтересован, он пришел. Мы посмотрели, что он предлагает, о чем он будет рассказывать. И организовали для него лекцию в музее. То есть у вас уже есть волонтеры, которые вам помогают? Да, и мы будем рады, если таких людей будет больше. По поводу мероприятий. Вот есть возможность организовать что-то самому. Это касается тоже разных филиалов. То есть где какая тематика? Ты приходишь с идеей, как волонтер, и говоришь, я вот хочу сделать такую выставку, например, или провести такую экскурсию. Это все возможно? Да, это все возможно. Если вы конкретно хотите принять участие, например, в музейных воскресеньях, то лучше написать человеку, который занимается у нас с волонтерами. А если у вас есть предложение для какого-то определенного филиала, можно связаться с руководителем этого филиала. И можете не сомневаться, вам ответят. Куда обращаться будущим волонтерам? Заходите на сайт linnamuseum.ee. И одно из первых новостей как раз про волонтеров. Там есть адрес. Юля, спасибо огромное. Желаю, чтобы в музеях прибавилось волонтеров. Спасибо большое. В приглашении для волонтеров из ЛУ рассказано, что они нужны для связи музея и аудитории. То есть они как бы внутри музея, но на стороне посетителей. Оживляют и очеловечивают музей, который иначе воспринимается как неприкосновенный храм, где есть пропасть между своими, то есть сотрудниками, и чужими, то есть посетителями. В хорошем современном музее такой пропасти не должно быть. И помочь в этом могут волонтеры. В число которых и призвало вступать наша гостья, исполняющая обязанности директора русского музея Юлия Корнеева.